Пожарные и полицейские прибыли первыми на место ЧП. К этому времени снаряд, лежащий на обочине дороги, уже дымил. А чуть позже произошло воспламенение. Дворник мусороуборочной компании Рахиля Салибекова в шоке. Именно она нашла снаряд в мусорной свалке на побережье реки Бадам. Сначала от химфарма чистили, спустились к реке и железо валяется. Мы его засунули в мешок и вытащили на берег. У нас стали рукавицы гореть. Он тяжелый такой. Две женщины мы ели, подняли, вытащили. Потом это показалось, мы думали, может, действительно какой-нибудь снаряд или что. Я в глаза не видела снаряд. Мы поставили здесь, потом приехал шофер, мы ему показали, он все-таки служил в армии, он сказал, это снаряд. Когда наши сотрудницы показали мне на мешок, я увидел, что это снаряд, похожий на тот, что раньше использовали в пушках. У него канулся образный вид и явно похож на боевой. Сапар Бигжан, директор мусороуборочной компании, узнав от своих сотрудников о случившемся, понял, что ситуация серьезная. Именно он и вызвал полицейских. Как только мне позвонили мои рабочие и рассказали о снаряде, я позвонил на 102 и вызвал полицейских. Мы часто находим на этих мусорных свалках трупы животных и другие отходы. Но бомбу такое у нас впервые. В первые минуты ЧП никто из местных жителей поверить не мог в серьезной ситуации. Машины ездили мимо дымящегося снаряда, а дети купались в реке. Но после приезда отряда ЧС, многочисленных отрядов полицейских и саперов, ситуация изменилась. Весь квартал был оцеплен. За дело взялись пожарные. Они приступили к тушению тлеющего снаряда. В целях безопасности саперы использовали робота с дистанционным управлением с мини-видеокамерой. Изучая маркировку снаряда, эксперты определили его высокую мощность. После этого радиус оцепления ЧП был увеличен до одного километра. На улице воцарилась напряженная тишина. Мы находимся в 100 метрах от места происшествия. Говорят, снаряд опасный. Саперная группа работает уже 40 минут. Целый район оцеплен полицейскими. С минуты на минуту может прокреметь взрыв. Обезвреживание снаряда затянулось на несколько часов. Местные жители с напряжением ждут завершения операции. Азиз Мурзабаев, Антон Семенов, Талгат Примкулов, информационная служба, телекомпания «Отрар». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова